Привет парни! По просьбе Лёхи Лукаса и под чутким руководством Стаса Грязина мы сделали новое приложение для записи раллийных дорожек на прописи. Называется Rekki Video Recorder. Скоро будет доступно в App Store. Я сейчас о нем немножко расскажу с точки зрения научить им пользоваться и получить от вас потом фидбэк по его улучшению, дополнению. Значит основной экран это запись видео. Здесь вы будете видеть сам спецучасток, здесь кнопка управления записью, слева скорость, одометр, чтобы ориентироваться в легенде и алтитюды это высота дороги. Нажимая здесь вы можете попасть в галерею, там будут сохраненные ваши видео и настройки приложения. По ходу записи будут доступны одометры разные. Один будет записывать ваш спецучасток, второе однократным нажатием можно сбрасывать, чтобы ориентироваться в каких-то кусочках. Помимо этого настройка скоростных ограничений для того, чтобы не нарушать на прописи. Вот мы поставим, например, 60. Вот и насколько еще эти 60 можно превышать. Здесь по просьбе Лехи Лукаса мы сделали кнопку, не кнопку, а круг, по которому можно набивать глазомер. Можно настраивать расстояние, например, настроить там 50 или вот 100 метров. И каждые 100 метров вот этот бублик, он будет как бы проворачиваться и издавать звук. И вы будете понимать, что вы проехали 100 метров. Таким образом вы можете обычно езде набивать глазомер, понимать, сколько метров вы проехали. И точно такой же бублик, он работает в хедап режиме. Это для того, чтобы на гонке можно было в условиях плохой видимости также понимать, сколько метров там 200, 300, 400 вы проехали. Ну, теперь по программе. Я предлагаю сейчас поехать. Мы включаем запись. Стартуем. В верхнем углу видео вы видите, значит, шкалу градусов. Она сделана для того, чтобы потом, когда вы проверяете стенограмму, можно было понять, например, на какой градус повернула дорога, чтобы сверить с вашими, с вашей записью. Вот сейчас мы повернули и видим, что у нас отклонился практически на 30 градусов, наверное, примерно. То есть градусов это шкала. Видео по ходу записи можно останавливать, ставить на паузу и продолжать запись. Если вы остановились, например, чтобы проверить какой-то поворот, вот, есть функция паузы. Это важно, чтобы потом не соединять и вот эти куски на прописи, когда вы уже знакомитесь с видео, не, значит, не ждать и не вырезать отдельно. Вы можете свайпать по другим экранам, запись при этом не прекращается, то есть управлять одометром, отбивать расстояние, что тоже удобно, что у вас все в одном приложении на вашем смартфоне. Не надо ставить отдельное приложение на телефон, записывать GoPro, и потом все это соединять воедино и целое. То есть все в одном флаконе. Ну и, соответственно, я сейчас нарушу скорость умышленно, попробую, по крайней мере. И вы увидите, что в левом углу у нас загорается красная скорость. Говоря нам о том, что мы нарушаем и издается звуковой сигнал. Впоследствии, значит, в настройках вот этого экрана можно будет задавать ограничение относительно пройденного расстояния. То есть штурман перед прописью вбивает ограничение относительно расстояний. И вам уже не надо по легенде ориентироваться на записи. То есть приложение вас предупреждает, что через полтора километра будет ограничение 50. И оно вас будет предупреждать об этом. Ну, в общем-то, и все. Сейчас мы сохраняем записанное нами видео. Оно будет доступно здесь, в галерее. Вот оно. Вы можете его смотреть внутри приложения. У нас здесь есть бегунки для ускорения. То есть двукратное или пятикратное ускорение, чтобы быстро проверить какие-то места. Либо, наоборот, замедление и перемотка назад. Чтобы какие-то участки можно было еще раз, еще раз посмотреть. Важные, сложные. Кроме этого, видео можно поделиться, раздать друзьям. Оно у вас будет доступно в основной вашей галерее, вашего телефона. Что удобно, в общем, для его конвертации потом на компьютер, если вы хотите посмотреть на большом экране. Все. Спасибо за внимание. Жду от вас предложений, замечаний, улучшений. Всем безопасных гоночек. Всем спасибо.